Всем привет! Наконец у меня дошли руки до фильма Роберта Эггерса «Варяг». В кинотеатре, к сожалению, посмотреть не успел, но на телеке тоже нормально. Так, сначала будет всё без спойлеров, потом пойдут спойлеры, но я вас обязательно предупрежу. «Варяг» — это, так сказать, 90-миллионный арт-хаус-экшн-фильм. Я вообще очень удивлён, что какая-либо студия решилась встать за такой фильм, потому что в наше время или снимают микробюджетные маленькие фильмы, или же огромные эпики, за которыми стоит компания как Дисней. Фильмы Эггерса мне нравятся, мне нравится «Ведьма», мне нравится «Маяк», режиссёр-представитель авторского кино, и это очень редко в наше время, поэтому такие фильмы стоит ценить. Очередной форсаж я не перенесу. «Варяг» рассказывает классическую историю мести, участи и бесконечного цикла насилия. Повествует о том, что месть того не стоит, она забирает больше, чем предоставляет. В первых же минут просмотра мне фильм напомнил «Король Лев». И тут я сделал нечто, что я делаю очень редко, я подумал. И вспомнил, что «Король Лев» — это Гамлет для детей. И тут я ещё раз подумал, вспомнил имя нашего главного героя. Оказывается, он не Амлет, а Гамлет. И если вы не против, то я главного героя буду называть Гамлетом, так как Амлет слишком уж похоже на Амлет, так пусть уж будет Гамлет. Извиняю за тавтологию. Истории мести я очень люблю, поэтому мне фильм, в общем-то, понравился. Читал много ревью, а зрители разделились на два клана. Или же одно из лучших, что я когда-либо видел, или же худший фильм всех времён и народов. Ну, давайте его разберём поподробнее. Начну с того, что мне понравился актёрский состав. Особенно рад видеть был Итана Хоука, которого как-то непривычно было видеть в такой роли, но, по-моему, он с ней классно справился. Несмотря на то, что его в фильме не так много, его присутствие чувствуется на протяжении всего просмотра. Опять же, напоминает Король Лев. Там тоже присутствие Муфаса чувствуется на протяжении всего мультфильма. Николь Кидман, единственная, кто мне не понравился в фильме. Долго думал, чтобы дать вам достойный ответ почему, но ни к чему не пришёл. А мне просто она кажется там не к месту. Александр Скарсгард потрясающе сыграл, а также Аня Джой Тейлор всегда рад её видеть на экранах. Если смотреть фильм в оригинале, то слышишь, как персонажи говорят не на английском, а на английском со скандинавским акцентом. Это добавляет атмосферу реализма, которую я очень ценю. В сравнении смотришь трейлер к фильму Хищник 5 и слышишь, как нативные американцы говорят на калифорнийском акценте и просто-напросто относятся к фильму менее серьёзно. Опять же, тенью с какой аккуратностью подошли к наложению слоёв фильмы Варяг. Могли бы не мучиться и просто говорить как могут. Кстати, мне это всё очень напоминает сериал Чернобыль. Если не смотрели, очень советую. По-моему, это лучшая презентация Советского Союза, сделанная Западом, которую я когда-либо видел. На Spotify есть подкаст с создателями сериала, где говорится о решении нанять английских актёров, а не американских, несмотря на то, что ориентир рынка был как раз-таки на американский. Если, мол, персонажи будут говорить на британском английском, который, кстати, очень сильно отличается от американского, то американцы подсознательно будут чувствовать нечто чужое, не своё. Так как этот трюк работает и Варяг делает именно это. Также надеюсь, что это вас вдохновит смотреть фильмы в оригинале с субтитрами, потому что такие тонкости как раз-таки теряются в дубляже. Вообще, атмосфера фильма, конечно, впечатляет. Эггерс гарантирует, что это самый реалистичный фильм о викингах, который вы когда-либо увидите. И, если честно, я ему верю. Я смотрел пилотную серию сериалов викингов. Это, конечно, не для меня. Там не столько важна история Скандинавии, сколько романтизация викингов и их крутых причесок. Фильм Эггерса больше напоминает, чтобы мы благодарили судьбу, что они жили в те времена. Многие спорят, есть ли сверхъестественные элементы в фильме или их нет. Я скажу своё мнение, коротко и без спойлеров. Я считаю, что их там нет. Но наши персонажи считают, что они там есть. Мы смотрим фильм глазами наших персонажей. Соответственно, нам показано, что магия, волшебство и ведьмы в фильме Варяг — это правда. Примерно тут пойдут спойлеры, так что берегитесь. Моментами мне казалось, что физподготовка Гамлета сделала его супергероем. И разделаться с дядей Фюльнером ему будет легко. Но не тут всё было. Во-первых, мне очень нравится, что он должен стать рабом, чтобы получить шанс мести. Во-вторых, несмотря на его физическую силу, мы видим его наивность. Особенно, когда его мать рушит его мир, весь смысл его жизни, молитва о спасении матери и мести. Всё идёт к чертям собачьим. Это первый момент, где мы видим взрослого Гамлета потерянным и слабым. Гамлет спасает Ольгу, Ольга спасает Гамлета, она от него беременеет. И у Гамлета есть шанс начать всё заново и жить с Ольгой долго и счастливо. Но тут вступает элемент участи и цикла мести. Гамлет глубоко верит, что его месть Фюльнеру была пророчена. Соответственно, это его участь. Он должен исполнить пророчество. Но этого недостаточно для фильма. Это даже как-то кажется глупым. И наш персонаж не должен быть глупым. Он должен быть храбрым, но под конец фильма, может, даже и мудрым. Гамлет осознаёт природу мести. Это цикл, который его дядя начал. Гамлет продолжил. А также теперь решает его закончить. Таким образом, его дети будут жить спокойно и за ними не придут призраки мести. Ещё один классный момент. Вулкан, готовый к извержению, является фоном всего фильма. И если фильм внимательно слушать, то рёв вулкана очень часто слышен, несмотря на то, что его нам даже и не показывают. Это добавляет очередной слой напряжения. И вы можете сказать, ой, а я даже это не почувствовал, не увидел, не заметил. Зачем это? Но я вам гарантирую, вы чувствовали это подсознательно. Такие трюки используются специально, чтобы их не замечали. Так как в таком случае они будут вас отвлекать от основного сюжета. Гамлет и Фюльнер сражаются именно во время извержения вулкана. Который, кстати, называется Врата Ада. Как драматично. Кто же попадёт в ад? Оба погибают, но Гамлет перед смертью испытывает катарсис. Он считает, что заслужил дорогу в Алхалу, что нам и показывают. Хорошая картина. Жаль, что фильм денег много не заработал. Соответственно, у нас меньше шансов увидеть такое на экранах вновь. Это первое моё такое вот ревью, поэтому дайте знать, что вы думаете. Я подумал, делать ли оценки фильмом или нет. И решил, что буду делать их, но буду их делать из пяти звёзд. Так как всегда считал десятибаловую систему излишней. Потому что все, кому не нравится фильм, все ставят единицы. Остальные все фильмы состоят из оценок 6, 7, 8, 9 или 10. Очень редко видишь 4, 3, 2, 5. Потому что, опять же, я считаю, что они не нужны. Ну, давайте пять звёзд. Один это ужасно, плохо. Два это слабенько. Три это неплохо. Четыре хорошо. Пять отлично. Ну, знаете, давайте ещё добавим пять с плюсом для фильмов, как Masterpiece. Произведение искусства. Одно из лучших, что я когда-либо видел. Ну, давайте вот так. Короче, Варяг для меня пятёрка. Хороший фильм. Буду ждать фильма Эггерса вновь. Пишите в комментариях, понравился ли вам фильм. И, естественно, подписывайтесь и лайкайте. Спасибо, ребята. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok